Чур, Чурила, Чур. Его можно называть по-разному. Бог границ, рода, предков и личного пространства, куда он не подпускал чужих и нечистых. Недаром своих предков и поныне называют пращурами, указывая лично на свои рода. Сегодня люди практически не знают о Чуре, но именно его имя чаще многих исходит из наших уст. Именно этот бог, по поверьям древних, ближе всего находится к людям, помогает им и оберегает. То муж был с молодым и светлым ликом и синими очами, неявным что-то было в нем, описанном в моем романе «Цепь рода». Но также известно, что он мог менять обличие и приставать перед человеком в образе старца, ребенка и даже волка. Дошедшие сегодня до нас знания говорят о том, что данный бог не имел особенных отношений к серьезным разборкам между богами. Не в войне темных и белых богов, не в вражде Перуна и Велеса, хоть и был близок с последним. Из-за иерархии он скорее принадлежал к младшему пантеону. По каким-то данным являлся внуком Сварга и Лады, и сыном бога Пелена или Пелена. Но есть и иная версия. У наших предков славян было очень развито понятие равновесия. Олицетворением этого были темная и светлая сторона всего природного. Две крайности, кои управлялись чернобогом и белобогом. Сила одного никогда не должна была превышать силы второго. И наоборот. Таким образом, родилась легенда, что когда междоусобицы среди существ Яви слишком увеличили силы чернобога, родом был рожден Чур, охранник и защитник границ физических, духовных и душевных, что подкрепило силы белобога. И так, когда Велесово войско разделилось, Чур вместе с ним оказался средь людей, наяву. Его задачей стало разделить границы между людьми, дабы каждый обрел собственное владение. Они ему стали кричать «Чур мое!», «Чур мне!». И он делил, попутно приказывав выстрекать бревна, чтобы обозначить границы участков. Никто не смел пресекать или передвигать те бревна, так как душа нечистивца могла отделиться от тела и обречь себя на вечные непрекаянные скитания. Как строго заповедовал Чур. Позднее эти бревна стали называться Чурами или Чурками. Чур стал защитником соглашений и законов. Раньше для закрепления договоренности достаточно было слова, и в силу вступал, кроме чести и достоинства, страх перед гневом Чура. Кстати, интересное замечание. В Древнем Риме был схожий с Чуром бог, коего звали Термин. В дальнейшем, как нетрудно догадаться, имя этого римского бога крепко вошло в обиход средь людей, и даже название терминала, коим мы пользуемся и сегодня, заставляет задумываться о корне его названия. Но вернемся к Чуру. Он также оберегает границу между мирами. То ли Прави и Нави, то ли Яви и Нави. Может, всех сразу. Источники расходятся. Известно, что на земле Чура почитали, как покровителя родов и личного пространства. Чур меня обозначало Чур, защити меня. Известно, что Велес часть своего войска оставлял в земном мире. С нечистью, связанной с людьми, больше контактировал Чур. В Беларуси его даже считали просто старшим домовым. Знак Чура, страж или охранник, походил на человека, стоящего в защитной позе, держа руки по бокам. Глядя на него, люди не решали переступать закон или вести дело через Чур, то есть за гранью дозволенного. Таких начинали чураться, а человек становился вычурным. Кстати, интересная заметка, что праздников, посвященных у язычников Чуру, аж 4 штуки, а современные язычники даже иногда празднуют его на 28 мая, в день пограничника. По всем показателям Чура смело можно отнести к мирным, хоть и строгим божествам. Он хранил и оберегал, наказывал и карал. Его обязанности напрямую касались именно людей. Каждый род ему поклонялся, как покровителю. Потому не стоит удивляться, что его имя находится во многих славянских словах до сих пор.